Часто ли у вас бывает такое, что вы находите интересную игру и вот уже хотите бежать звать друзей для совместной катки, как вдруг обнаруживается, что данный проект не поддерживает сетевую игру? Лично у меня в такие моменты день моментально руинится. А на помощь в данной ситуации иногда приходят моды, если их поддержка в игре, конечно, присутствует. Потому что зачастую в особенно интересных для комьюнити одиночных играх народные мастера кодинга создают свой собственный мультиплеер на радость обделенным геймерам. Правда, у таких модификаций обычно бывают подводные камни в виде различных технических ограничений или банальных багов. Но жаловаться, как вы понимаете, не приходится. Сегодня же, друзья, мы с вами как раз-таки и рассмотрим подобные примеры. Так что присаживайтесь поудобнее, мы стартуем. А стартуем, пожалуй, с одной из самых культовых серий игр. Half-Life. В свое время тайтл переломил историю видеоигровой индустрии на до и после. Если раньше шутеры представляли из себя отстрел противников сюжетом, описанным в мануале, то Half-Life предлагала невиданный ранее уровень погружения. Причем достигалось это не банальными заставками, а буквально скриптовыми сценами на движке прямо во время геймплея. А еще все это прикреплялось особой атмосферой и интересным левел и геймдизайном. В общем, первый Half-Life это база и нестареющая классика. И, к сожалению, в оригинальной игре был только дестмач режим в качестве мультиплеера. Но геймерам, само собой, хотелось проходить кампанию. В кампании. Для этих целей Свен Викинг, также известный как Дэниел Фирон, склепал на коленке в 99-м свой Свен Кооп. Вы, наверное, о нем уже наслышаны. И да, этот мод действительно такой старый. И при этом не менее культовый. Чтобы вы понимали, в 2013 году Valve даже разрешили создателям выпустить его как стендалон продукт в библиотеке Стима. Что сильно упрощает, кстати говоря, установку для геймеров. Даже покупать ничего не нужно. Все бесплатно. Конечно, с подключением могут возникнуть определенные трудности. Но мы с вами сегодня не будем касаться данной темы. За подобными гайдами прошу проследовать в Google. Гораздо интереснее понять, а как это вообще играется? Да, в целом, примерно так же, как и оригинальная игра. За исключением определенных маленьких отличий. Например, вартигонты могут воскрешать мертвых сородичей своими разрядами. А некоторые враги теперь умеют атаковать на ходу. Еще добавили чуть больше кооперативных взаимодействий. Таким образом, если игрока стапал Барнакл, то освободить его может только союзник. Ну и в остальном, где-то подправили баги, где-то немного изменили баланс. В целом, ничего особенного. А вот по-настоящему уникальным данный мод делают возможность запускать специальные мультиплеерные карты, разработанные конкретно под него. По сути, вся популярность модификаций именно на этом и строится. И этих самых карт в интернетах какое-то просто нереальное количество. Буквально на любой вкус и цвет. От банальных мап на прохождение до целых новых игровых режимов. Вот кто бы что ни говорил, а эпоха Голд Сурса, вероятно, самая богатая на творчество комьюнити. Оп-оп-оп, внезапная реклама. Эпик дроп. Огромная подборка дропа на любой вкус. И прямо сейчас на сайте идет операция Джангл Блейд. Получить которую вы можете на халяву, просто перейдя по моей специальной ссылке в описании. Короче говоря, экономия 600 рублей. А там, на каждом 15 уровне пользователь получит гарантированные перчатки и тайные АВП. Кроме этого, на сайте появилась временная мини-игра Prefire Battle. И он бесплатен для всех пользователей. Суть здесь проста. Затеров, нужно добежать ДКТ с ножом и убить. А играя за спецов, наоборот, с помощью АВП остановить врага. И за победу вы получаете призы, среди которых есть даже ножи. И еще очень крутые мега-кейсы, которые выдаются за победы в режиме. Также на эпик дропе появилось 19 новых кейсов. По старинке оставляю промокод на экране, который даст доп. попытку в мини-игре, а также процент к пополнению. Ну а мы возвращаемся к ролику. Тенденция на подобные модификации не обошла стороной и жанр РПГ. Взять вот, например, тот же Скайрим. В него играли, наверное, вообще все, у кого есть на чем. Помню, как в начале десятых весь Ютуб был завален контентом по данной игре. Да чего уж там говорить, ролики по Скайриму до сих пор снимают. А значит, комьюнити игру очень любят. Даже несмотря на всякие мемы про Тодда Говарда, пытающегося продать тайтл на всем, что имеет процессор. И знаете, оно неудивительно. Скайрим это настоящий феномен индустрии. Серия ТЭС и раньше привлекала к себе много внимания. Но пятая часть вывела этот показатель на совершенно иной уровень. Большой, открытый мир с кучей квестов и разных активностей. Интересные персонажи и эпичный сюжет. Все это позволило увековечить пятые свитки в сердцах геймеров. Если же говорить о модах, то это вообще отдельная история. Скайрим постоянно занимает призовые места во всяких там топах самых модифицируемых игр. В общем, включая моды и ванильную версию игры, Скайрим способен удовлетворить практически любые запросы фаната. Но что делать тем, кому хочется понадевать ведра на NPC-шников или прогуляться по Тамриэлю в компании Друганов? В этом нам поможет мод под названием Скайрим Тугезер Реборн. Разрабатывается с ее творением командой Тугезер Тим и является духовным наследником мода Скайрим Тугезер. Здесь есть поддержка пати до 25 игроков, хотя разработчики рекомендуют играть до 8 человек в скваде во избежание багов. Хотя даже соблюдая все условия, полностью спастись от них попросту невозможно. Самая главная проблема данного мода это рассинхрон. Дело тут в том, что работает кооп через спаун в игровом мире NPC, в которых как бы вселяются подключающиеся игроки. У игроков частенько расходится время суток, погодные явления, некоторые мобы и предметы. Но ладно бы только это. Иногда могут сломаться целые квесты и забаговаться неигровые персонажи. Но даже так свою долю фэна от этих гличей вы однозначно получите. Но я скажу вам так, со времен первых релизов мод, конечно, значительно пофиксили. Раньше было еще хуже. Так что того гляди, когда-нибудь доведут до ума все-таки эту модификацию. И да, ребята, раз уж мы заговорили об играх беседки, то было бы неправильно не упомянуть еще одну. Я говорю про Fallout 4. Он отхватил на момент релиза свою порцию критики за слабую ролевую систему. Напрочь за руиненную механику диалогового окна, посредственный сюжет и завязку и множество других своих косяков. Но не обратить внимание на плюса было бы тоже неправильно. Все-таки четверка обладает неплохой боевкой, красивым и интересным миром. А иногда выдает более-менее хорошие квесты. Да и в целом следует правилу 40 секунд. Неудивительно, что у квадриквела до сих пор есть куча фанатов. Ценящих и любящих похождения родителя в поисках блудного сына на просторах пустоши. А заговорил я именно о четвертой части не просто так. Для нашей сегодняшней темы он подходит идеально. Потому что его кооперативный мод разрабатывают те же люди, что делают Skyrim Together. Вернее, разрабатывали. В прошлом году команда пояснила ютуберу под ником Apoxy, что проект можно считать заброшенным. Во-первых, потому что все силы были брошены в допиливание кооповской Риме. А во-вторых, потому что ни у кого из команды сейчас уже нет столько свободного времени, как раньше. Да и работа над такими модами требует очень продвинутых навыков в кодинге и сотни часов кропотливого труда. Чего за бесплатно никто, конечно, предоставлять не хочет. Выходом из ситуации могла бы стать поддержка комьюнити, но, похоже, это не помогло. А открытые исходники, ну, на сей раз это ни к чему не привело. Короче, печальная история, но у нас же есть еще один мультиплеерный мод. И называется, кстати, F4MP. От чувака под ником Sokva, Kokva, ну, не важно. И все бы хорошо. Но если зайти на гитхаб проекта, то можно увидеть, что обновлений не было уже 4 года. А в описании сказано, что мод в текущем состоянии абсолютно неиграбелен. Вы, конечно, при желании можете его установить и опробовать, но надеяться на какое-то веселье не стоит. И что же это получается? У нас что, нет совершенно никаких стабильных онлайн-опций для 4-го Фоллоча? Ну, на самом деле кое-что есть. Мод Building Bridges, который позволяет пользователям оставлять в игровом мире записки, которые любой другой игрок сможет потом прочитать и поставить лайк или зарепортить написанное. Согласен, немного напоминает сообщение из Dark Souls. И таким образом можно либо ловить фан от бесконечных смс-ок с юморесками, либо же иногда находить полезную инфу о секретках, если вы новичок. Я понимаю, что вы, наверное, хотели большего, но... Довольствуемся этим. Что будет, если смешать вместе открытый мир, мощные взрывы, куча пушек, транспорт, крюк-кошку и винг-сьют? Правильно, Skyrim с модами, ой, точнее, Just Cause. Как понятно из вышеописанного, объяснять, почему многим людям вообще нравится данная франшиза, не нужно. Это буквально концентрированное веселье на манер какого-нибудь там Майкла Бэя, ну и, конечно, неплохая песочница. И очевидно, что многим игрокам захочется устроить дестрой вместе с братишками в таких-то условиях. Для этого в рамках второй и третьей части серии существует два мультиплеерных мода. По штуке на каждую, и тут можно позволить себе немножко обобщить. Как минимум потому, что там и там все примерно одинаково. Так вот, оба мода представляют из себя внезапно онлайн-песочницу в открытом мире. Вы открываете спаун-меню, создаете себе какой-нибудь вертолет или истребитель и начинаете лютый замес с игроками. Ну или второй вариант, собираете пати кентов, чтобы придумывать себе развлечение по типу «А чё будет, если я попробую притянуться к самолету крюком?» Или «А если я сейчас выпрыгну из своей тачки, я смогу на лету сесть в твою?» Ну, вы поняли. Тут происходит беспощадная эксплуатация особенностей игры в свободном стиле. Хотя, во время бета-тестирования мода для Just Cause 2, разрабы водили в игру систему валюты и магазин снаряжения. Что как бы подразумевало некую прогрессию и ивенты вроде гонок. Но потом всё скатилось в полный сэндбокс. И знаете, лично я нахожу прикольным тот факт, что оба моды взяли под крыло Square Enix, выпустив их в виде бесплатных аддонов в Стиме. И всё бы ничего, но на данный момент сервера пустуют. А для четвёрки никто никаких мультиплееров не сделал. Так что сейчас данные игровые реликты подходят разве что для посиделок с друзьями, если больше поиграть не во что. Но, честно говоря, бесцельно носиться по карте, придумывая себе развлечение на пару человек, ээээ, штука спорная, скажу я вам. От экшенов же, друзья, переходим к симуляторам, а именно Sims 4. Да, друзья. Данный тайтл поистине легендарен. Мне даже пояснять ничего не нужно, вы и сами всё знаете. Прожить целую жизнь в открытом мире с кучей возможностей дорогого стоит. Хочешь отыгрывать рабочего завода? Пожалуйста. Хочешь управлять семейством стримеров-затворников, живущих на донаты? Не вопрос. Хочешь стать диджеем в местном сельском клубе? Всегда пожалуйста. В Sims можно сделать всё то, чего тебе не светит в реальной жизни. Даже найти женщину. Да, друзья, даже такие вещи генерирует игра. Это прям база тут. И мы даже не говорим про модификации, которые превращают игру во всё, что захотите. Но запомните, никогда не ставьте AeroMod. Никогда. Не надо. И вот вы спросите, а что, в Sims тоже можно поиграть в коопе? Да, и за это отвечает модификация Samp. Точнее, S4MP. Ну, получается, да, Samp. Причём ситуация тут в чём-то схожа со Skyrim Together. Во-первых, потому что у нас есть хост, который по факту отвечает за всю игру, и к нему в виде членов симовской семьи уже подключаются игроки, где каждый управляет своим симом. Но это, по крайней мере, в идеале. На деле вы будете подключаться как будто бы в совместную игру. Ну, просто обычный кооператив. Только у каждого свой экран, управление. И да, чисто в теории вы можете хоть двумя симами играть. Или брать за управление другого, но тогда теряется вайп. Сами понимаете. И думаю, всем становится сразу понятно, что кооператив в Sims звучит немножко неадекватно. Так что, да, с этой модификацией также есть ряд проблем. Например, если пользователь не является хостом, у него может не работать инвентарь, а купленные или проданные предметы иногда попросту не отображаются у других игроков. Более того, между членами лобби может существовать рассинхрон во времени и дател внутриигрового таймлайна. И еще куча всяких разных неприятных технических моментов. А решать их должен именно хост, потому что у него в большинстве случаев все работает правильно. А значит, он может помочь со всеми вышеперечисленными траблами. Короче, будете играть, знайте, без хоста ничего не делайте. Я буквально говорю. Кроме того, чтобы шагать на работу, шагать к другу и общаться. Даже устройство на работу делайте вместе с хостом. И да, ребята, я согласен. Такой геймплей назвать удобным можно только с натяжкой. Конечно, разрабы постоянно допиливают свой проект. Он становится лучше, но в целом это не отменяет мои претензии. А сама модификация предоставляется в двух видах. Бесплатный и платный за подписку на Патреоне. Играть можно свободно как на той или на той, в зависимости от тех вещей, которые вам нужны. Короче, прикольно, классно. Лично я годика два назад играл с 89-м сквадом в него и... Ну, было весело. Буду честен. Хоть и запарно. Ну что, друзья, недавно вышла DLC для Elden Ring'а, который сейчас обсуждают буквально все. Хотя, даже до его релиза игра была одной из самых продаваемых длительное время после выхода. Пусть некоторые игроки и критиковали очередной соулслайк от Фромов на релизе, но многим он понравился. Введение открытого мира в отработанную геймплейную схему было глотком свежего воздуха для любителей творчества Миядзаки. И вот вы разумно заметите, а чё, в Elden Ring'е же есть и кооп, и мультиплеер. Зачем про неё рассказывать? Так-то ну так, но вы же знаете, как Миядзаки подходят к вопросу онлайна в своих играх. Гейм-дизайнер твёрдо убеждён, что ничто не должно мешать лору. Даже сетевая игра. А потому для подключения хавайте всякие там мелки. Причём побегать дадут только в строго отведённых для этого локациях, границы которых будут перекрыты. А при победе над боссом или смерти, извольте разлагиниться и отправиться в свой мир. Хотите поиграть ещё? Ну что ж, пусть хост пройдёт до следующей доступной локации и потратит нужный предмет. И так по кругу. Естественно, рано или поздно появятся недовольные, желающие эту ситуацию исправить и дать обделённым любителям коопа более простые методы онлайн-взаимодействия. Таким образом, на свет появился мод Simless Coop от автора под ником LukeYui. Модификация, по сути, огораживает игроков от серверов FromSoftware и не затрагивает сейвы. Поэтому спокойно обходит баны, как и Изи Античит. Это позволяет по полной программе надобавлять в код кучу удобных фишек. Во-первых, союзники более не дисконнектятся после победы над боссом или зачистки области. Да и гулять могут где вздумаются. А во-вторых, в случае смерти хоста лобби продолжит существовать, а сам игрок просто возродится возле костра. Призванные союзники теперь могут пользоваться маунтами. Прохождение ивентов засчитывается в одиночной кампании каждого игрока и в довесок реализованной синхронизации меток на карте, что удобно. В противовес с перечисленным упрощением, автор мода ввел некоторые нововведения, усложняющие игровой процесс. Так сказать, чтобы казуалом жизнь медом не казалась. Тут противники становятся сильнее, отчего нападать толпой на какого-нибудь бомжа. Такое себе решение, скажем так. С каждой смертью на персонажей накладывается эффект гниения. А если кто-то потух во время боссфайта, погибший игрок отправляется в режим наблюдателя до окончания схватки. И это на самом деле звучит очень круто, буду честен. Что же касается минусов, ну хотелось бы отметить, что данный проект еще очень молодой. И скорее всего вы нарветесь на тонны багов. Но мне кажется, если дать моду время, то все поправят. Так что лайк. Ох, ну на этом все, дорогие друзья. Вот такая вот подборочка кооперативных модификаций у нас сегодня получилась. И надеюсь, это была не просто пустая информация, которая влетела вам в одно ухо и вылетела в другое. Надеюсь, я вам помог определиться с тем, во что вы в ближайшее время поиграете со своими друзьями. Пусть некоторые моды пока что сыроваты, сама возможность побродить по горам Скоримы или замкам Элдена в Хоопе дорогого стоит. Особенно учитывая факт, что некоторые такие модификации, пусть и немного, но меняют привычный сингл-экспириенс. А у меня же на этом все, дорогие друзья. Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока!